Всем привет! Сегодня у нас небольшой будет апдейт недельный по коронавирусу. Особо новой информации, слава богу, негативной, какой-то плохой у нас нет. Давайте с чего начнем? У нас все еще продолжают строить на ЕНИКП госпиталь на 2000 мест для тех, кто заражен. Но так как у нас двигается сейчас вне статистика, очень много выздоровевших, создается такой вопрос. Потратили бюджетные деньги, продолжают их тратить. А что, собственно, делать, когда этот госпиталь достроится, освободятся уже места в палатах, в больницах, и он будет, собственно, не нужен? Я тоже об этом задумывалась. И во многих странах, у которых была такая огромная вспышка, как в Испании уже, вот этот временный морг закрыли, да, который был на ледовом катке. Какие-то вот эти палачные места тоже закрывают. Как таковой надобности в этом заведении становится меньше. Могу отметить, что сейчас у людей, конечно же, повышен уровень агрессии. Самое страшное, много стало возникать вопросов к власти, собственно. Где выплаты, где какие-то компенсации, где деньги товарищей, на что, собственно, будем жить, чем будем заниматься, что делать будем с экономикой. И политики как бы стараются с этой темы четко, главное, съехать, поэтому, что, собственно, денег особо никаких не выплачивается. Выплаты были компенсацией хотя бы 60% зарплаты. Я не знаю, были эти выплаты или нет, но говорили об этом по телевизору. 60% зарплаты планировали выплатить тем, кто потерял из-за коронавируса, то есть всякие работники обслуживающей сферы, ресторанов, торговых центров, магазинов, всего-всего такого, что было вынуждено специально закрыто. Не знаю, были эти выплаты или нет. В муниципалитетах разных городов мэры в частности на местах принимают решение о выплатах. 200-300 лир в семье дают на покупку разово каких-то продуктов питания только можно, не на одежду или еще на что-то. Но как такового гашения каких-то оплат, квартплаты, кредиты приостановили, естественно. Дела судебные тоже приостановили. У кого какие-то там суды были, это все вообще в принципе вот эта вся судебная взыскательная система не работает до июня месяца включительно. По поводу статистики. Статистика, слава богу, планомерно падает вниз каждый день. У нас понемножечку, там на 5, на 3 человека меньше статистика смертности. Это радует, это уже меньше 100 человек в день. Какие у нас сейчас планы по открытию, когда у нас вводят комендантские часы. Комендантские часы на этой неделе тоже 3 дня теперь. В пятницу, субботу, воскресенье. В пятницу до 2 часов дня продуктовые магазины работают. В субботу, воскресенье вообще не выходим из дома, никогда нельзя. Даже в такие дни люди уже стали забивать и ходят, гуляют в своих хотя бы у кого седе в парках, в садах, в придомовой территории. Если у вас есть сад, огороженная вот эта территория, там многие выходят, всем уже пофиг стало. Никто не стукачит особо или там охранники не делают замечания. Даже раньше, где это было, скажем так, наказуемо. Опять же напомню, что вот эта мера штрафования в каких-то седе, штрафовали, ругались, наверное, в больших, где очень много жителей, много детей. Очень это острая тема была, что прям все друг на друга стучали, вызывали полицию, запрещали кому-то там гулять, развлекаться. В нашем седе не запрещали, потому что у нас мало жителей и мало детей вообще практически, там по пальцам пересел. И пенсионеров мало, и все как-то рассредотачивались, и в общем, вот с этим проблем у нас не было. А где-то, короче говоря, очень даже строго, в том же Стамбуле, да, а где-то... Вот это от людей еще зависит от их культуры, вообще, в принципе, от их поведения, от этого контроля. Но могу точно отметить, что сейчас уже все стали больше забивать. Уже стали на улицах появляться подростки, там, группками по 2-3 человека, какие-то парни, там. Вот даже когда был последний раз вот этот комендантский день, комендантские дни, уже какие-то люди... Можно же сходить, сейчас начался Рамазан, и к 8-ми там вечера, когда ифтар, надо хлебушек свежий купить, пиде, очень вкусно, как бы. И люди начинают идти в пекарню за пидешечкой, если полиция словит, я пидешу покупать, вот чек, пожалуйста, ну все, идет домой. Собственно, или там, короче, повод стал находиться, и гуляющих стало больше. Хотя все равно еще в Стамбуле во время вот этого комендантского времени здесь как-то, ну, построже. А в обычные дни ощущение, что жизнь вообще уже такая, как раньше была. Просто не работают рестораны и торговые центры магазины. По поводу ресторанов, так как начался Рамазан месяц, у нас открыты рестораны на пакет-сервис. Очень многим разрешили открыться, только на доставку сидеть, конечно, там нельзя. Многие раньше работали, но доставка, это невыгодно. Те, кто крупные сети какие-то, хорошие рестораны, где много клиентов, такие могут себе позволить. А если был ресторанчик не популярный, не много клиентов, то и на сервис он не может работать. Заказов мало будет, нет смысла просто тупо открываться. Поэтому всяких ресторанов открылось больше, и они работают даже вот в эти комендантские дни, когда выходить нельзя. Раньше было вот первые два раза, когда были первые две недели комендантские дни. То есть, не купил продукты, все, они рестораны, ничего, все закрыто, просто намертво. А теперь работают рестораны, то есть, и в комендантский день мы заказывали там себе доставку. Покушать что-то можно заказать, если там тебе захотелось чего-то. Короче, это уже помягче, получше. Вообще, в принципе, про открытие, что могу сказать? Когда началась статистика вниз, хорошо падать, слава богу, у нас уменьшается количество новых зараженных, и очень увеличивается количество выздоровевших. Мне даже уже писали комментарии, что это вранье накручивает статистику, как так много тысячами люди выздоравливают. Понимаете, просто были до этого по пять тысяч заболевших в день. Просто прошло две недели, и они никто не умерли, и им пришло время выздоравливать. Это логически, как бы нормальная цепочка получается. Очень много раньше было заболевших, их распределили, лечили, и вот пришло время им выздоравливать. И новых, так как мало заболевших, скоро просто пойдет волна, через две-три недели, когда будет выздоровевших гораздо меньше, потому что и заболевших было меньше. Вот и все. Просто те, кто заболели, им пришло время выздоравливать. Я могу отметить, что сразу заговорили о налаживании сообщения между городами. В Турции это провинции открывается, деревни, поселки. У нас, к счастью, где-то 50-60% страны в Турции есть деревни, глухие, куда не успели занести заразу, где люди вообще не болеют. Есть список огромных таких маленьких мест, где вообще нет даже заболеваний. Либо были, но там вылечили новых вспышек, заболевших новых нет, потому что вовремя перекрыли границы между городами. Вот это сообщение не успели развести по всей стране. И вот относительно этих людей, которые просто сейчас сидят на карантине, у них там что-то не работает, тем более сейчас сезон сельское хозяйство, надо сеять, фрукты начинаются у нас сезон, солнышко пришло. В общем, надо заниматься сельским хозяйством и развитием. И, собственно, эти провинции будут открыты. Между собой они могут сообщения налаживать, ездить, навещать, может быть, даже своих каких-то родственников, кого не видели. Или открываться будут там всякие фабрики и все такое прочее производство. Нам, естественно, поднимать экономику уже пора. Им разрешат это делать. А, естественно, к Стабула, если брать на самый эпицентр, мы больше всех и дольше всех, конечно же, будем сидеть дома до самого последнего, сколько потребуется. Потому что эпицентр-вспышка у нас здесь происходит. Но это, кстати, логично. Зачем обламывать других людей, которые не болеют? А плюс еще они могут экономически помочь чем-то заниматься, работать, денежку зарабатывать. Соответственно, зачем их держать в таких условиях? Я с этим, мне кажется, абсолютно согласна. Это логично. Надо с чего-то начинать. По поводу ресторанов, парикмахерских, всех вот этих дел, публичных мест. Это где-то к июню месяца. Вообще планируется мягкий там карантин к концу мая к Байраму, как и обещали. Не так, что всех выпустили, побежали мы, да? Кто куда хочет, в отпуска поехали. Вообще начинают вот эти парикмахерские, все эти заведения открываться к первым числам июня. Ну, полное такое, типа, открытие к середине, только июня вот этой общественно-социальной жизни. Магазины, вот посмотрим, как будет через недельку это дело говорить. Ну, я думаю, что все-таки, да, реально начнут открывать магазины через недельку, потому что статистика все-таки падает полномерно, и она хорошая, короче говоря. Пока что все это в планах так и остается. И еще по поводу полетов и отпусков. Как вы видели, страшный сюжет был вчера там на российском канале, но вообще-то сюжет был из Турции. Здесь это просто перевели на русский язык и показали в СМИ наших. Короче говоря, какая система, чтобы уменьшить в этом году, я просто сейчас объясню это, короче, чтобы уменьшить возможность столпотворения и всего прочего. Я хочу, кстати, опровергнуть, да, по телеку сказали, как бы намегло в России, то нефиг в Турцию ехать, в Ол-Инклюзиво дешевого вас там никогда больше не будет, едьте на наши курорты. Вот такая там реклама звучала, вот честно. А на самом деле на время вот этого карантина, вот этих пандемии и всего прочего в мире, то есть на ближайший на туристический сезон 20-го года в турецких отелях планируется не Ол-Инклюзив, то есть это то же самое ты, по сути, платишь, да, еду будут приносить в номера, питание будет, завтрак, обед и ужин в номере, чтобы люди не обменивались бактериями, столы, посуда и все-все-все-все-все это в одном общем помещении, чтобы все это было более-менее под контролем. Лежаки на пляжах планируют расставить на безопасной зоне там в полтора-два метра, обрабатывать их будут естественно всякими вот этими санитайзерами, пшикающими всякими средствами, ну а море как бы, не знаю, оно наверное соленое, вода все смоет, все унесет, не знаю собственно, да, то, что как в воде могут люди заражаться, но в общем это будет какое-то разограничение. И плюс еще население, заполненность отелей будет где-то там на 50%, то есть неполное по максималке, чтобы людей много столпотворения не было. То есть к чему приходим, билеты будут дорогие. Но, собственно, не у многих-то есть и деньги ехать, отдыхать. Хотя, знаете, у кого деньги были, они так и поедут отдыхать, все это то же самое, собственно, и будет как раньше. То есть я хочу что сказать, чтобы вы не думали, не заблуждались, что эти меры на время пандемии. На следующий, например, туристический год будет опять all-inclusive, это просто наших СМИ преподнесли информацию так, как посчитали нужным, вот так вот. А не так, как оно есть здесь на турецком телевидении. Хотя сюжет был точно так же, просто переведен там закадровым голосом, рассказано, немножко пересказано по-другому. А по поводу поездок, мне даже писали комментарии, что, ой, если не будут полетов, мы поедем по сухопутному пути, лишь бы в Турцию попасть. Ребят, ну вы что, не думайте о своей безопасности и здоровье? На какой вам нужна эта Турция настолько, что готова рисковать своим здоровьем? Посетите один сезон дома, не едьте, господи. Турция не пропадет. Туризм – это не основной заработок Турции. У нас есть тут сельское хозяйство развитое в плане, это такой экономический шлюз огромный, да, если его перекрыт, то страна загонется, поэтому турки готовы на все, лишь бы открыть свои отели. Да нифига подобного, здесь все внутренне. Поэтому здесь много продукции, сельское хозяйство, мясо. Всю Турция себя обеспечивает спокойно. Не переживайте про туризм. Это не главная экономическая артерия для Турции. Я что хочу сказать, что если просто откроют Турцию полеты, то, скорее всего, Россия окажется неблагонадежной страной для полетов. То есть будет карантин обязательно две недели, если ты слетал в Россию или в Турцию, вот эти международные какие-то переездки. То есть если вы поехали в отпуск, вам еще две недели потом на карантине за свой счет сидеть, а оно вообще надо будет? Италия вообще, вон говорят, не планирует открывать международный полет до конца 2020 года, до 2021. Соответственно, если у них нет, то, я думаю, во всем мире у нас просто не будет международных перелетов. А когда они вознапновятся, они будут, например, к сентябрю месяце, когда вот это самое туристический ажиотаж, время это пройдет, их приоткроют осенью. Но билеты будут дорогие. Еще говорят о том, что у нас здесь в Турции говорили, что планируют людей садить в самолетах одного на одно сидение на кресло, чтобы дистанция опять же была. А кто остальные будет билеты оплачивать? Соответственно, цены билетов будут очень высокие. Это для тех, кому очень-очень нужно, очень-очень экстренно или там по бизнесу, и у кого есть на это денежки. Да, чтобы не толкались, и не было скопления вот в одном месте людей, и все вот эти болезни, чтобы не перевозились вот так-то. Так что, я думаю, честно, что этого туристического сезона в этом году, может быть, и не будет. Если успеете захватить, то, наверное, только сентябрь самый бархатный наш сезон. В Турции туристический сезон сентябрь-октябрь еще идет, так что можно успеть на два этих месяца, скорее всего. Ну, не рай, июнь, июль вообще-то, то есть, как бы вообще ничего подобного не ожидается. И я думаю, что потихоньку страны будут нас открывать, но вот международное сообщение откроют в самый последний момент, когда будет минимум просто заболевших по миру, чтобы, потому что пандемия так развивается, да, это перенос заболевания людьми, исторически даже, из исторических времен. Они переносились чисто торговыми путями различными, то есть это только перенос. Соответственно, это полеты сейчас и торговля. Это будет прикрыто между странами. Так что вот такие новости. Пишите ваши комментарии под видео. Будет очень интересно почитать. Задавайте вопросы, на них отвечу. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока.